Друзья, добрый день! Почти вечер уже. Давайте немножко развеселимся. Вы уже устали, смотрите в свои телефоны. Сейчас будет достаточно интересная тема. Все любят визуализацию, то есть большинство людей визуалы. Принимать информацию легче визуально. Поэтому мы сейчас поговорим о визуализации информации, о том, как ее собирать, визуализировать и как это правильно делать, какой последовательности. Я год назад выступал на iForum с такой достаточно темой философской, о том, что как CRM нужно внедрять сразу в компании с ее рождения. И попросили в этом году давать что-то кейс какой-то, пример кейс. Арсений всех об этом просил. И вот поскольку я достаточно такой, как говорят мои друзья, скучный спикер, ну вот я решил, и немножко ленивый на самом деле, я решил позвать с собой какого-то крутого спикера, который я представлю, он выйдет, всех порвет и как бы все будет классно, да, как бы мне не нужно напрягаться. Напрягаться пришлось, но чтобы его сюда затащить. Мы реализовали в свое время проект для очень классного образовательного проекта и его кофаундера, и просто адепта образования, и просто хорошего человека, моего друга и партнера Андрея Пивоварова. Я приглашаю сейчас на сцену немножко рассказать вам о нашем совместном проекте. Спасибо, спасибо, Паша. Друзья, ну мы с Пашей постараемся рассказать тот кейс, который у нас был. Паша больше с точки зрения технического, я с точки зрения бизнеса. И такая пошаговая инструкция дешбордизации вашей компании – это то, что мы хотим дать сегодня. У меня два вопроса. Первый вопрос. А здесь остались еще собственники бизнеса? Есть еще или все? Есть, да? Окей. А топ-менеджеры есть, у которых команды какие-то есть потенциально? Скажите, пожалуйста, у кого интегрировано какое-то решение CRM? Любое. Окей, понятно. Смотрите, глобально большинство там собственников, топ-менеджеров, которые управляют какими-то процессами, они видят себя и всю картинку, которая касается их жизни примерно следующим образом. Вот так, да? То есть мы сидим где-то на берегу и управляем своим бизнесом с iPad или с телефона. То есть в принципе с одной страницы видим все ключевые показатели, которые нам важны. Но на самом деле все немножко по-другому и выглядит следующим образом. Паш, тебе придется ходить каждый раз. Примерно вот так. То есть огромное количество процессов, инструментов, таск-менеджеров, CRM, ERP и со всех них льется куча информации плюс Telegram, Viber, WhatsApp и так далее, и так далее. И по большому счету очень сложно всю эту информацию свести и систематизировать для себя, чтобы делать ключевые выводы. Да, друзья. И мы решили, чтобы вы увидели где-то себя, либо те, кто не имеет сейчас какой-то CRM автоматизации, либо те, кто что-то внедрил, но вы точно помните эти времена, собрали такой дайджест решений по сбору информации от отдела продаж к собственнику или к топ-менеджменту компании. То есть как, какими способами… Да что ж ты будешь делать? О, 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 о. Сейчас. Давай, да, пока ты. То есть топ-1, да, топ-1 инструментов по сбору информации – это регулярные планерки. У меня есть несколько собственников бизнеса знакомых, которые до сих пор, вот отдел продаж 6-7 человек проводят два раза в день планерку. Два раза. То есть полчаса утром, полчаса вечером. Это, да, внеплановые… Это плановые планерки, а потом появляются к концу месяца ближе, как правило, внеплановые. Знаете, когда нужно план продаж выполнить, плановых планерок не хватает и появляются внеплановые планерки, сама формулировка очень классная. Но на планерках мы же планируем, а нужно же отчитываться, да, поэтому присутствуют ежедневные отчеты. Знаете, вот в отделе продаж, если кто-то когда-то работал, писали отчеты за день, там, да, за какой-то период в ручном таком режиме, по почте, в мессенджере, там, еще как-то, да, вот ежедневные отчеты. То есть ценность информации в этих отчетах стремится, как правило, к нулю, потому что как проверить, ну, то есть что в этих отчетах, непонятно. Но этого становится мало периодически, ведь ежедневные отчеты – это редко, даже целый день проходит, и появляются ежечасные отчеты. Вот есть такая, кто видел, может быть, Андрей, можешь, пожалуйста, нажать, доска в отделе продаж, на которую каждый час должны выходить менеджеры по продажам, каждый к доске и писать свои показатели, да, то есть я за этот час сделал столько-то, продал, позвонил, отправил и так далее. То есть вот это, вот эти все телодвижения, эти все действия, да, мы подсчитали примерно на среднем отделе продаж занимают 30% времени, ну, то есть там 20, где-то 25, 30% времени на то, чтобы просто вот отдел продаж информировал свое руководство или собственника о том, что они, собственно, делали. То есть это треть вашего отдела продаж, просто занимается, выступает интернетом, проводами, базой данных, да, и так далее, и так далее, просто чтобы передать эту информацию. То же самое было у нас, когда мы, перед тем, как мы начали работать с Пашей, те все вещи, которые были на предыдущем слайде, у нас были очень четко реализованы. Менеджеры, которые вставали, там что-то записывали на какие-то доски и так далее. То есть куча времени просто тратилась пустую, и вместо того, чтобы менеджер общался лицом к лицу со своим клиентом и продавал, он в это время делал абсолютно ненужные вещи. И, ну, в итоге переходим теперь к решению, да, то есть что мы понимаем под дашбордом? Мы сначала сведем понятийную базу и потом покажем примеры того, что мы сделали, то есть как это получилось в проекте Соль и дальше уже как мы к этому пришли, какой методологии. То есть что такое дашборд? Вот, ну, уже вот вы увидели, по сути, перед собой, кто знает, кто-то, может быть, не знал, что первый раз это слово вообще появилось и переводится как панель управления, и появилось оно в автомобилях. То есть вот это первое определение дашборда. Автомобили существуют уже сколько лет? Сто там с чем-то, сто двадцать, сто тридцать, да, примерно. И дашборд в машине, да, он принципиально за это время не поменялся. Ну, то есть вот добавились какие-то, может быть, там дополнительные параметры, он изменился технически в плане, стал не механическим, а цифровым, да, добавились какой-то красоты, подсветки, но принцип остался тот же. То есть почему в машине он именно таков? Мы ведем автомобиль и заменяем слово автомобиль вот в каких-то местах на слово бизнес, да, то есть это принцип тот же. То есть вы ведете бизнес, водитель ведет автомобиль, и ему нужно быстро считывать информацию. То есть у меня нет времени за рулем на долгий анализ какой-то информации перед глазами. Мне нужно быстро считать только главное, только основное, и дальше какие-то принимать быстро молниеносные решения. То есть, опять же, перекладываем на бизнес то же самое. Ну, может быть, не так быстро, но принцип остается тем же. Только ключевая информация в текущем контексте для конкретного потребителя этой информации. Вот что есть настоящий дашборд, а не просто набор каких-то цифр на каком-то экране, да. Вот у кого есть, опять же, может быть, у кого-то есть подобный дашборд в бизнесе хотя бы в каких-то сферах, там не только в продажах, ну так рук несколько, да, есть. Но вам же вот так же хотелось всем, наверное, да, которые были. То есть вспоминаем первый, второй слайд, да. Было такое желание. Поэтому ключевые параметры, ключевые параметры дашборда, что есть дашборд. У него всегда конкретный потребитель, то есть дашборд для собственника, или дашборд для SEO, или дашборд для маркетолога – это разные дашборды. То есть это невозможно все запихнуть в один и не нужно этого делать. Второе. Дашборд отвечает всегда на какой-то один основной главный вопрос. И может быть на один-два второстепенных расшифровывающих. То есть там, например, отдел «Какой объем продаж у нас на текущий момент?» И второй дополнительный вопрос «Почему он такой? За счет чего?» То есть либо какой менеджер сделал больше, какой меньше, либо какая территория сработала, либо какой продукт и так далее. Далее. Дашборд должен помещаться на одном экране. То есть все, где нужно скроллить, уменьшать, увеличивать, да, это все не то. Почему? Потому что дашборды должны быть публичными, они должны висеть на телевизоре у вас, в отделе продаж, в отделе маркетинга, где-нибудь, но это не информация, которую вы там зайдете раз в три дня и посмотрите. Поэтому один экран, никто не будет там ничего менять, он должен быть постоянно перед глазами. И четвертое – это скорость считывания. То есть если за рулем автомобиля это 1-2 секунды, ну в бизнесе окей, это может быть 15-20 секунд, но это время прохождения мимо дашборда условно, да, то есть вот висит в вашем отделе или в коридоре или где угодно, да, висит дашборд на стене, вы должны считать информацию и понять, мне как бы заходить сюда, да, и разбираться, и задавать вопросы отделу продаж, или можно идти дальше по коридору в следующий отдел, да, условно. То есть вот эта скорость, она очень важна. И теперь передам вот слово Андрею как раз всем интересны примеры, да, всем интересно смотреть, как и что. Это будут живые примеры, там будет много всего зарисовано, потому что там конфиденциальная информация. Покажем примеры некоторые, не все абсолютно, да, времени нет. Ну, смотрите, у нас в Зохо реально, то, что нам сделал Паша, более 250 дашбордов различных, да. Я покажу такие ключевые, на которые я обращаю внимание, как собственник бизнеса, возможно, как управленец. Это немножко старая версия, но тем не менее, да. Вот это все было нарисовано на салфетке, после чего было разработано Пашей где-то за неделю. Ну, вот это, например, планы по группам. Ну, то есть это проекты, которые мы ведем, в котором есть определенное количество людей, которые мы хотим в эту группу закрыть. То есть у нас идет конкретная группа, дата старта, сколько дней до старта, план по студентам, факт по студентам, как мы в процентном соотношении выполняем это. И видите светофор? Желтое, зеленое, красное. Это то, о чем мечтает каждый менеджер, управленец, куда обращать внимание. И прогноз. Вот что самое интересное, то есть Зохо анализирует, если мы вот так будем двигаться, с такими темпами, то к дедлайну, насколько мы этот проект закроем или нет. И видите, у меня получается только один проект, который по прогнозу выходит на те показатели, которые мне нужно. Три из них желтые, и четыре проекта, они в зоне риска. Дальше идет план по деньгам, факт по деньгам, ну и тоже процент выполнения прогноз. Следующие такие простые. И это сумма продаж за месяц, выполнение плана продаж за месяц по конкретным менеджерам. И, соответственно, насколько они выполняют свой план тоже в процентном соотношении. И конкретно сегодня продаж, насколько мы продали, и как это коррелируется с тем планом, который мы ставили. Вот этот самый сложный дэшборд, но он такой самый показательный. Здесь идет конкретный менеджер, и по вертикали, видите, часы с 9 до 10, с 10 до 11, с 11 до 12 и так далее. Каждый час из Zoha CRM, из Binotel тянется информация и заливается в эту ячейку. Что здесь есть? Первое – это сумма продаж, которую совершил менеджер в этот час. Второе – это количество звонков исходящих, входящих, которые он принял. Количество отправленных ссылок на оплату, то бишь выставленных счетов и количество закрытых задач CRM. В конце дня, видите, оно все суммируется. То есть вот факт за день, и там тоже светофор. То есть красное – менеджер абсолютно не выполнил, желтое – 50% и больше, и зеленое – это выполнил или перевыполнил те плановые показатели, которые есть у менеджера. То есть вот это заменяет какую-то доску, куда нужно вставать, что-то писать, отмечать. Все полностью автоматизировано, обновляется каждую секунду. И еще мы настроили, знаете, такой момент, когда заходят у кого-то деньги, раздается звон монет. То есть не нужно подходить там, вбить колокол. Даже это мы автоматизировали, и прям все разворачиваются и смотрят, а кому же зашли эти деньги. То есть это некий такой элемент геймификации и конкуренции между ними. Ну вот таких дэшбордов у меня 250. Эти ключевые такие, самые показательные, которые я регулярно смотрю. Да. И, ну вот как обещали в начале, то есть какой-то путь, ну то есть казалось бы, что сложного в создании дэшборда. То есть там запустили CRM или какую-то систему автоматизированную, посмотрели, какие она данные вообще позволяет, получать, забирать из нее, спроектировали дэшборды, сделали. То есть все как бы да, но по факту получается немножко сложно, потому что когда вы в такой схеме проектируете дэшборды, у вас чего-то не хватает, а очень хочется, а система либо не позволяет, либо ее так не настроили должным образом, либо она принципиально не позволит это сделать. Поэтому мы поступили чуть-чуть по-другому. Вот Андрей сказал, мы нарисовали на салфетке дэшборды, да, прям в буквальном смысле практически. Мы поменяли местами эти два шага. То есть сначала спроектировали дэшборды, которые мы хотим получить в конце, не без оглядки на то, может это CRM, не может, как это сделать и так далее. То есть это визуализация цели. Мы хотим вот так, это как бы без компромиссов. А дальше внедрялись CRM, исходя из этих требований. Это было первым и основным требованием, кроме прочих, кроме процесса, воронки, автоматизированных различных действий, напоминаний и так далее. Поэтому если вы… Андрей, можешь, пожалуйста, нажать? Спасибо. Если вы хотите получить точный результат на выходе, то есть невозможно, а точно, идите от обратного. То есть сначала проектируем, рисуем дэшборды на стене, на бумажке. Ну, кому нравится красиво, можно в какой-нибудь программе нарисовать. Дальше мы проводим аудит. Проводите аудит той IT-системы, будь то CRM-система либо какая-то другая, может ли она удовлетворить эти потребности, эти запросы. То есть не все CRM могут, но если вы дальше идете, либо у вас нет CRM, тогда, конечно, дэшборды, ну, сами понимаете, из воздуха не появятся. Маленький зверятку, загортатую фольгу, ничего не будет, так не происходит. То есть где-то должна собираться информация. То есть вы либо внедряете CRM в итоге, выбирая ее правильным образом, под потребности, либо дорабатываете вашу существующую, если она таки это позволяет. И уже в конце, то есть последним шагом настраиваете те самые дэшборды. Здесь я, наверное, скажу о инструментах, буквально одно слово, да, инструменты не критически важны. То есть есть Zoha Reports, есть Microsoft Power BI, есть ClickView, есть много локальных систем, которые это позволяют делать. Это вообще вопрос десятого порядка. То есть дэшборды – это вопрос контента, а не механической реализации. Ее выбрать и решить можно очень просто. На рынке много решений. Наше решение вообще было самописное. Это просто сверстанная страница. То есть вот последний дэшборд был, это очень просто. Это сверстанная страница, потому что ни одно из решений прямо вот в таком формате не позволяло сделать. Поэтому сделали так. Ну и вот, собственно, опять вам еще такой красной нитью проходящий парень. Это я, когда были волосы. Да, да. Это Андрей вообще, если вы не узнали. Глобально, что мне это дало? Первое. 10 минут в день – это максимум. Иногда это просто 30 секунд для контроля продаж. То есть вы заходите, и вы не спрашиваете, как у вас дела, как настроение и так далее. Вы смотрите на дэшборд, проходя мимо отдела продаж, и вы уже знаете, останавливаться или нет, обращать ли внимание или нет на кого-то. Из любой точки планеты, в принципе, с любого устройства, я обычно захожу с телефона, это все в онлайне, очень эффективно. И если я вижу какие-то показатели, которые мне не устраивают, сразу можно быстро написать, проконтактировать. И менеджеры по продажам, они занимаются конкретно продажами. То есть лицом к лицу со своим клиентом или телефонным разговором, все остальное за них делает автоматизированные дэшборды. Единственное, что им нужно, это, конечно, качественно вести CRM-систему. Это отдельная, как бы, большая боль. Но когда они все-таки это делают качественно, на дэшбордах вы моментально, каждую секунду видите пульс своего бизнеса и все ключевые показатели. Да, друзья, в принципе, это все. Спасибо за внимание. Если есть интерес вообще к дэшбордизации, бизнеса, процессов, не только CRM, а вообще как к подходу в работе бизнеса, контакты вы видите. В зале есть много наших людей с футболками Зоха номер один в мире. Обращайтесь. Будем рады вам помочь. Спасибо большое, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.